Добрый день! Очень многих граждан интересует вопрос, а в каком же регионе будет рассматриваться его дело о банкротстве? Будет ли влиять его постоянное место жительства на подачу заявления в суд? Меня зовут Анастасия, и в этом ролике я предоставлю ответы на эти вопросы. Стоит отметить, что дело о банкротстве рассматривается в арбитражном суде по постоянному месту регистрации гражданина. Например, если гражданин прописан в городе Воронеж, но работает в городе Санкт-Петербург, и в этом городе у него есть временная регистрация, то заявление о банкротстве будет приниматься только в арбитражном суде Воронежской области по постоянному месту жительства. Как определить ваше место жительства? Пленум Верховного суда Российской Федерации поясняет, что место жительства может быть определено по двум критериям. Первое. По документам Федеральной миграционной службы о регистрации по месту жительства. И второе. По выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, если гражданин, признаваемый банкротом, имеет статус ИП. Бывают случаи, когда гражданин выписался, и его место жительства неизвестно. Или другая ситуация. Гражданин выехал за границу и проживает теперь там. В этих случаях суд будет рассматривать его заявление по последнему месту жительства. Таким образом, согласно Гражданскому кодексу, под местом жительства понимается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Если гражданин не сообщил кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, он несет риск, вызванных этим последствий. То имеется в виду, любые сообщения, доставленные по месту регистрации, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает, не находится по указанному адресу. Поэтому так важно при смене адреса регистрации сообщать об этом банкам и другим значимым организациям. Также стоит отметить, что арбитражный суд имеет право запросить в Уполномоченном регистрирующем органе информацию о действительном месте жительства должника гражданина. Если у него возникнут какие-либо сомнения в правильности указанного в заявлении адреса и соответственной по судности дела. Стоит отметить, что бывали случаи, когда гражданин был признан банкротом и в процессе процедуры сменил место жительства на другой регион. Он уведомил об этом финансово-управляющего, а финансово-управляющий, в свою очередь, уведомил об этом суд, кредиторов и Федеральную налоговую службу. В данной ситуации процедуру банкротства завершит арбитражный суд, который изначально принес заявление. Поэтому, в каком регионе будет проходить ваша процедура списания долгов, решит прописка в паспорте. Если вам по душе какой-то определенный регион России, то можете сменить ваше место жительства. Во всем остальном вам помогут специалисты федеральной юридической компании «Да, банкрот!». Мы полностью поможем собрать необходимый пакет документов, подготовим заявление, предоставим кандидатуру финансово-управляющего и признаем вас банкротом. Выбирая нас, вы будете уверены, что ваше дело дойдет до логического завершения и долги будут списаны. Субтитры создавал DimaTorzok